Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск в рубрике с Кизлентуз во многом вынужденный. Многочисленное количество вопросов на канале по поводу опасности сальванилиоза, сырых яиц, по поводу опасности, по мнению спрашивающих, сырого мяса, а по поводу метритной соли в колбасе, наконец-таки переросли из количества в качество. Поэтому одним роликом я решил ответить сразу на все вопросы. Начну издалека. У любого изобретения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Человек изобрел колесо, и мы получили возможность перемещать большие грузы на огромные расстояния со значительно меньшими энергетическими затратами. Человек получил возможность перемещаться быстрее, и для некоторых это стало серьезной проблемой. После революции 1917 года объявили борьбу с неграмотностью, и страна получила возможность бесплатно учиться. Сначала сотни тысяч, затем миллионы людей получили образование, начали двигать вперед науку и технику. И у очень большого количества людей стало складываться ошибочное представление о том, что если они вдруг услышали какую-то новость, то они становятся специалистами в этой области. Современное общество способствует появлению различных фобий, и журналисты в погоне за сенсациями, в погоне за деньгами, успешно и старательно эти фобии раздувают. Напомню, нас старательно запугивали жутко вредными нитратами. Давайте разберемся, что же такое эти самые нитраты. Любому растению на Земле для развития нужен азот. Он существует в двух формах. В нитритной форме, NO3, и аммонийной, NH4. Нитритный азот есть во всех почвах, а вот аммонийного там мало. И растения в процессе своей эволюции выработали механизм, который позволяет превращать первый во второй. То есть они потребляют из почвы нитритную форму, а потом внутри себя перерабатывают первый во второй. Вы скажете, вся проблема не в нитритной форме, не в нитритном азоте, а в его концентрации. Будете совершенно правы. И что же нам говорит Госназор по поводу предельно допустимых концентраций нитритов в овощах? На выбор. Свекла, огурцы, помидоры. 150 мг на килограмм. Картофель, морковь. 250 мг на килограмм. Кабачки. 400 мг на килограмм. Капуста. 500 мг на килограмм. Напомню, по нормам Госназора, это допустимое количество нитритов в овощах. И рекордсмены в этом деле. Салат, петрушка, шпинат, укроп. 3000 мг на килограмм. То есть в одном килограмме картошки или моркови содержится четверть грамма нитратов. В одном килограмме зелени 3 грамма нитратов. И это допустимая концентрация. То есть вы сразу делаете параллель, что безопасное. Вы что думаете, в картошке и в укропе разные нитраты, что ли? То есть если съесть килограмм картошки, а там всего четверть грамма, это одни нитраты и это нормально. А если вы съедите эти же самые нитраты, ту же самую форму НО3, но только в укропе 3 грамма, то это тоже безопасно. То есть эти самые нормы, предельно допустимых концентраций, выработаны из реалий жизни. Ну нельзя вырастить салат или укроп с этой кучей, собственно говоря, зелени в нем, да, он зеленого цвета. Чтобы там было столько же нитратов. Концентрация такая же, как в картошке. То есть реально для человека безопасно просто насыпать себе на хлеб или в стаканчик чая, эти самые 3 грамма нитратов вы съесть и ничего с вами не будет. Но это неважно на самом деле. Вернемся к колбасе или к беконам. Я, согласно гостинским рецептурам, кладу 10 граммов нитритной соли на килограмм фарша. В этих 10 граммах нитритной соли, которую я использую, нитритная натрия содержится 0,05 грамма. То есть в килограмме колбасного фарша этих ваших страшных нитратов содержится по факту в 5 раз меньше, чем может содержаться в картошке или моркови. И в 60 раз меньше, чем его содержится в укропе, в салате, в петрушке. Ведь в результате тепловой обработки нитрит натрия будет еще и реагировать с гемоглобином и аглобином в крови. И в результате его пациентное содержание в готовом продукте уменьшится еще раз в 5. Так скажите мне, ревнители здорового образа жизни, Вы, когда от колбасы отказываетесь, чем добираете необходимые для жизни калории? Зеленью? Картошкой? Морковью? То есть овощами, в которых по умолчанию этих самых страшных нитратов в 5, в 10, в 60 раз больше? Я уже слышу выклики из зала. У меня на огороде нет нитратов, я навозом растения удобряю. Идите-ка вы в магазин и купите себе школьный учебник химии. Навоз потому и является удобрением, что содержит прямо-таки чудовищное количество этих самых необходимых растениям нитратов. Времена Ивана Грозного именно из навоза добывали селитру. Это самое основное наше азотное удобрение. Но, правда, во времена Ивана Грозного никто не заморачивался выделением селитры для удобрения. Нет, ее добывали для того, чтобы делать порох. Представляете, сколько требовалось пороха и, соответственно, сколько селитры. И добывали ее именно из навоза. Именно потому, что в наших условиях, в условиях, когда нет копий, где ее можно выкапывать из земли, как полезное ископаемое, навоз является самым основным источником этой самой селитры. Но, кроме селитры, навоз содержит еще и очень большое количество бактерий. А в случае, если животное было не совсем здорово, то личинок, паразитов, серич глистов. И мы плавно переходим ко второй части мальзонского балета, к сальмонелле и к сырым яйцам. Что же такое сальмонелла? Это бактерия, которая, внимание, в высушенных экспериментах может находиться в закапсулированном виде, в живом состоянии более двух с половиной лет. Я готовлю различные холодные соусы с использованием своих яиц. О, ужас! Восклицают просвещенные товарищи. Опасность сальмонеллеза! Необходима тепловая обработка, чтобы избежать страшной участи. И это ярчайший пример образованщины, когда люди слышали что-то, но не вникли в вопрос. Да, сальмонелла погибает при тепловой обработке, но есть некоторые тонкости, укрывшиеся от глаз знатоков. Чтобы сальмонеллы гарантированно погибли, пищу нужно прогревать при температуре 75 градусов не менее 12 минут. Внимание, вопрос. При какой температуре яичный белок коагулирует? Ответ. При 50 градусах. Если вы едите жареную яичницу глазунью, то она у вас готова. Белок весь свернулся уже при температуре 50 градусов. Никто из вас не держит яичницу на сковородке после того, как она вся стала беленькой, весь белок, больше 12 минут. То есть вы едите яичницу, обработанную совершенно недостаточно для уничтожения сальмонелл. И при этом ни разу этот самый сальмонеллез не подхватили. Да вы везунчик! На самом деле сальмонелла опасна либо для совсем маленьких детей, в возрасте до детского сада, либо для совсем пожилых, для тех, у которых еще, либо уже не в порядке внутренней секреции желудка. Потому что сальмонелла в кислой среде желудка погибает. То есть отказываясь от соусов с сырыми яичами, но продолжая потреблять ту же самую яичницу, вы также потребляете этих самых сальмонелл. И на здоровье. Поздравляю. У вас есть иммунитет? Не парьтесь. Единственный, пожалуй, способ избежать потребления сальмонелл – это питаться детским питанием из баночки. Ну, кто пробовал, тот представляет, как это гадость. Так что же делать, спросите вы? Опасности подстерегают нас на каждом углу. Опасности не в вашей тарелке. Опасности в вашей голове. Это ваши фобии. Махните вы рукой на все эти глупости. Позвольте себе жить спокойной и счастливой жизнью. Вот честное слово. Всеми этими шараханиями от придуманных журналистами страхов вы наносите себе ежедневно вред в сотни, в тысячи раз больше, чем если бы вы съели вот такой здоровый кусок колбасы с нитратами и вымыкали вот такую огромную плошку солюли, в котором, возможно, есть сальмонелла. Ну, а если это очень сложно для вас? Чтобы уж совсем быть уверенным в завтрашнем дне, помните, сальмонелла гибнет от алкоголя. Поэтому это снимает чувство страха. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»